Эхо твоего города вместе с радио Эхо Москвы. Эхо Москвы в Пскове. 102,6 FM. Вы слушаете радиоканал 60 FM на волне 102,6 FM. Радио Эхо Москвы в Пскове. Для лиц старше 12 лет. Особое мнение. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это экстренный выпуск программы «Особое мнение». Экстренный он, потому что сегодня произошло знаковое политическое событие. Второй раз в истории Псковской области депутат областного собрания лишен депутатского статуса. На этот раз депутатский мандат потерял лидер Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлозберг. И сегодня в нашей студии у нас в гостях лидер партии «Яблоко» Российской Федерации Сергей Сергеевич Митрохин, который специально приехал в Псков для того, чтобы поддержать своего коллегу по фракции, по партии. Добрый день, Сергей Сергеевич. Добрый день. Сегодня мы обсуждаем вот это вот знаковое политическое событие. Вы побывали на сессии областного собрания депутатов, попытались, точнее, выступить в защиту Льва Шлозберга. Скажите, каковы ваши впечатления от сегодняшнего дня? Что, на ваш взгляд, произошло и каковы, собственно, политические последствия происходящего? Вы знаете, я депутат сам с большим стажем. Я почти 10 лет был депутатом Госдумы, 4 года Мосгордумы. Неоднократно посещал заседания парламентов региональных, муниципальных. И вот на моей богатой парламентской памяти это, скорее всего, самое позорное заседание, которое я видел. Конечно, это было политическое судилище в духе, наверное, 30-х годов уже, даже не 50-х, когда человека обвиняют в чем-то немыслимом, в каких-то совершенно абсурдных вещах, в том, что он рупор госдепа, еще какие-то глупости, вместо того, чтобы предъявить четкие юридические аргументы. А юридических аргументов не было. Потому что есть федеральный закон, он называется об общих принципах организации госвласти в субъекте федерации. Там четко написано, по каким основаниям может быть депутат лишен мандата. Там это уголовное преступление и ряд других. Или там у него обнаружили недекларированное имущество. Ну, несколько таких оснований. Ничего подобного не было. Если депутаты исходили из логики, что мы за любое нарушение депутата вообще можем отстранить. Нарушение какое? Якобы было, что Лев Шлозберг выступил в суде, как представитель организации, учредителем которой он является. Но решение о том, имеет право выступать в суде или не имеет, принимал сам суд. Суд решил в двух случаях, что он имеет право выступать. Не Шлозберг сам лично по своей воле нарушил закон. Он спросил у суда, мне можно выступить? Суд ответил, можно. Теперь то, что разрешил суд, вменяется как нарушение. Я сегодня утром был сам свидетелем нарушения, которые допустил депутат, как он представился, координатор фракции ЛДПР. Он сегодня нарушил утром закон. У нас были одиночные пикеты в поддержку Шлозберга. Мы их поставили ровно в 50 метров друг от друга от пикетчиков. Никаких нарушений закона. Но тут подбежал член партии ЛДПР с плакатом. Он нарушил федеральный закон, потому что тот запрещает двум пикетчикам стоять ближе, чем на 50 метров. Но тогда давайте его сейчас отстраним, давайте с него снимем мандат. Здесь даже не с разрешения суда это сделал, а по собственной инициативе. То есть полный абсурд. Ясно, что решение чисто политическое. Депутаты расписались в том, что они марионетки в руках у губернатора, который инициировал этот вопрос. Причем расписались все фракции без исключения. Вот как вы объясняете тот факт, что не просто парламентское большинство, не просто единороссы, которые поддерживают действующего губернатора всегда и везде, а представители всех, в том числе оппозиционных фракций, пусть даже представители системной оппозиции, почему все фактически единогласно, еще раз повторю, единогласно, потому что 41 за и 3 против, это очень серьезные цифры. Почему такой результат? Почему Лев Шлотберг не смог получить хоть какой-либо публичной поддержки? Потому что нет у нас никакой оппозиции. Слово «системное» — это такой фиговый листок, прикрывающий полную зависимость и лояльность. Если бы они были действительно независимы, действительно оппозиционными эти партиями, ну, конечно, бы они не стали позориться. А им дали указание. Значит, вы должны выполнить волю губернатора Турчака. То есть, на ваш взгляд, это было стопроцентно срежиссировано администрацией области? Да, конечно, они еще получили, видимо, федеральную поддержку. То есть, это было санкционировано наверху? Это было санкционировано наверху. Я обратился к лидерам КПРФ в Москве, к лидерам «Справедливая Россия», и сказал им... Геннадию Зюганову и Миронову. Ну, да, я не буду говорить фамилии, это ближайшие соратники Зюганова и Миронова. Вот, я с ними разговаривал, они донесли до своих начальников эту ситуацию. Я им дал понять, что они несут политическую ответственность за данное голосование. Кстати, и вашему представителю КПРФ, Псковскому, Рогову, я тоже это сегодня сказал утром. Они пытались прикрыться неким свободным голосованием, что у них демократия во фракции КПРФ, поэтому они свободны. Ну, легко бы понять, что все, по-моему, сколько их там, все представители КПРФ, 8 человек, по-моему, проголосовали за, это просто медицинский факт. Да, можно вычислить. Причем, что они ведь еще сделали? Они не просто, ладно, нарушили закон, это часто у нас бывает, к сожалению, власть нарушает закон, депутаты нарушают закон. Но они же наплевали на волю избирателей, на те 20 тысяч избирателей Псковской области, которые проголосовали за список яблока во главе с Львом Шлосбергем, они себя поставили выше народа. Как же они теперь могут себя называть народной партией и выражать какой-то народный гнев? Вот я этот пример буду приводить всегда в дискуссиях с представителями КПРФ, что никакая вы не народная партия, самое что ни на есть антинародная. Вот, знаете, я сегодня был на сессии, и мне кажется, сторона нападения, я бы так это обозначил, выбрала две разных стратегии. Часть депутатов пыталась все построить в том, что это идет правовой процесс, что они вынуждены исполнять закон, закон требует от них поставить этот вопрос на голосование, поэтому они не могут нарушить закон. Это часть так выступала. Другая перешла совершенно на другую риторику, там госдеп, предательство национальных интересов и так далее. Ну, это, как говорится, за рамками добра и зла, это уже можно не обсуждать. Я сейчас вот говорю про тех, кто утверждал, что сам вопрос необходимо было поставить на голосование. Вы с этой точки зрения согласны? Ну, конечно, нет. Ну, тогда давайте ставьте на голосование, мы засняли на камеры, как депутат ЛДПР нарушил закон сегодня утром. Ну, если вы последовательные, если у вас нет двойных стандартов, ну, вы должны на следующее заседание вынести, снять с него полномочия. Кто-то наверняка перешел улицу не в том месте, автомобиль не там припарковал. Наверняка куча нарушений правил дорожного движения у депутатов. Камеры есть, кстати, наверное, есть у вас камеры, которые это все зафиксируют. Ну, давайте все проверим. Я боюсь, тогда даже к воруму не останется в законодательном собрании. Конечно, нет такой обязанности в законе. Тем более, что, еще раз повторяю, данное якобы нарушение, если кто-то его и совершил, так это суд, который разрешил возбуждать в своем заседании. А теперь к вопросу к вам, как к стране защиты. Опять же, некоторые мои коллеги высказывают и депутаты, высказывают точку зрения о том, что нужно было по-другому выстроить систему защиты, то есть не обличать, не призывать депутатов к совести. Не говорить о том, что вот если вы проголосуете так-то, то вы негодяи и подлецы, партия жуликов и воров, а наоборот попытаться по-другому выстроить общение с депутатами, попытаться их убедить в том, что, собственно, это правонарушение не является, скажем так, архиважным и никаким образом не должно привести к потере мандата. Вот такая достаточно с вашей стороны, ваших коллег, с стороны господина Гудкова, Вишневского, жесткая обличительная риторика в отношении Псковского депутатского корпуса. Не показалось ли вам, что она оттолкнула в какой-то мере даже тех колеблющихся? Вы знаете, если бы речь шла о самостоятельных личностях, которые принимают решения по своей собственной воле, наверное, может быть и можно было так поступить. То есть получается 43 депутата это просто такая беспозвоночная масса, которая по приказу сверху. Вы знаете, я даже этой логикой руководствовался, когда предложил пикетчику встать с плакатом «Депутаты, уважайте волю народа». Хотя более жесткие там у нас были, мы их немножко дальше поставили, плакаты. Ну, например, «Депутат, не стань подельником губернатора», «Не вы выбирали, не вам убирать». У нас такие были сегодня плакаты, но я специально их поставил чуть подальше, чтобы, значит, все-таки центральный лозунг апеллировал к совести и без вот каких-то заведомых оскорблений. Но бессмысленно говорить с людьми, которые исполняют команды, которых нет собственной воли при принятии ключевых политических решений. Хорошо. Абсолютно бессмысленно их о чем-то там перед ним. Я вас что здесь понял? Как вы считаете, а вот почему Псковское гражданское общество так достаточно слабо отреагировало на такой вопиющий факт, про который вы сейчас говорите? Почему, собственно, мы не получили здесь какую-то свою мини-болотную? В чем причина? Вы знаете, это общая причина. Вы просто ездите по регионам. Я как раз вот про это и хотел сказать. Не только для Псковской области. У нас гражданское общество сейчас слабое в стране. Власть его запугивает постоянно, шельмует, обзывает иностранными агентами, репрессирует. Но ведь это же не только депутаты, это же учителя, врачи, представители интеллигенции. Чем вы назвали, вот стали перечислять, как раз самые уязвимые категории населения с точки зрения диктатуры власти над этими группами. Учителя, врачи, бюджетники. Им может их очень легко наказать рублем за какую-либо активность. Поэтому они-то вообще, к сожалению, у нас не являются вот той интеллигенцией в том смысле слова, как мы привыкли, что это активный мыслящий слой, который говорит с властью на равных и диктует ей свои условия порой. Это, к сожалению, не так. Сегодня власть проводит полномерную политику по уничтожению гражданского общества, даже тех его ростков, которые только начали пробиваться. Но это, к сожалению, сказывается. Но вы увидели представителей «Яблоко», и довольно много было. А это почему так получилось? Это и есть гражданское общество. Вот то гражданское общество, которое готово сопротивляться, оно приходит в партию «Яблоко», потому что понимает, что здесь его поддержат. Здесь какую-то минимально необходимую защиту, может быть, окажут, которую в другом месте никто не окажет. Поэтому гражданское общество было сегодня представленным. Да, это наши члены партии, активисты. Но вот в таком виде оно сегодня и существует. Мы, кстати, не считаем, что это наша какая-то заслуга выдающаяся. Просто людям с активной жизненной позиции больше некуда деваться, кроме как идти в партию «Яблоко». А больше идти некуда, все зачистили. А то, что касается других партий, которые претендуют на роль демократических партий, в данный момент Парнас, какие-то другие политические или общественные организации, объединения, в этой ситуации оказали вам какую-то поддержку? Нет, вы знаете, никакой поддержки они нам не оказали. Они интересуются в таких случаях только своими представителями. Ну, я вот немножко в сторону, но все-таки скажу. Когда партию «Яблоко» снимали с выборов, на 20 примерно региональных выборах, нас никто не поддерживал, никакие другие партии. Ни СПС раньше, ни Парнас. Мы первые нарушили эту традицию на прошедших осенних выборах, когда выразили протест в связи с отказом Парнасу в регистрации. Даже в одном регионе добились его регистрации. Несмотря на это, они продолжают нас поливать грязью, эти люди. Их интересуют только собственные результаты. На выборах их интересует только, если преследование, только собственных активистов, никого больше. Причем и собственных-то так, они не очень активно поддерживают. Сперспективы демократической коалиции широкой, ее нет. Вот видите, у нас, раньше, помните, говорили диссиденты, у нас стилистические разногласия с советской властью. А вот у нас с этой частью оппозиции морально-этические разногласия. Там люди собрались с определенными искажениями моральной позиции и моральных норм. Мы сейчас можем это прямо говорить, потому что у нас даже есть судебные иски, поскольку... С Косяновым и Навальным вам не по пути, по-любому. Ну, нам не по пути с людьми, которые допускают нарушение моральных норм в политике. Мы считаем, что политика должна быть основана на морали. И любые отступления от этого превращают людей в некое подобие нынешней партии власти. И, например, в союзе с такими людьми идти и бороться за власть, это значит опять во власть приводить вот таких людей, которые... Действуют по принципу целиоправдного средства. Действуют по принципу революционной и политической целесообразности, к сожалению. Но мы всем даем возможность как-то измениться, если, например, они сочтут, что их поведение было ошибочным. Вот, если они признают свои ошибки, мы не будем таить никакой обиды на них. Будем с ними работать и взаимодействовать. Кстати, с этими партиями-то мы взаимодействуем. Здесь вопрос о персональной, опять-таки, составляющей. Если в регионе человек приличный, будь он в Парнасе, в Партии Прогресса, если он не льет на нас грязь, ни к вранью какому-то не прибегает, если он ведет себя как нормальный, честный человек. Мы с ним работаем, пожалуйста, вот на этих выборах в некоторых городах у нас были коллекционные списки. Первый Яблоко, второй Парнас, третий Демвыбор России выдвигали представителей Партии Прогресса. В этом смысле никаких проблем нет. Вы когда приехали сегодня в Псков, удалось ли вам пообщаться с руководством области? Все-таки вы лидер федеральной партии, пусть сейчас они представлены в парламенте, но имеющие давнюю историю, старейшая демократическая партия. Удалось ли поговорить с руководством областного собрания, с руководителями фракций? Да, мне удалось поговорить с двумя руководителями фракций. Очень своеобразный был диалог. Мы поставили пикеты. Один был представитель КПРФ. Мы с ним поговорили. Его больше всего волновало, чтобы мы Ленина брали в кадр, когда эти пикеты снимали журналисты. Я его предупредил о политической ответственности за это голосование. Это руководитель фракции КПРФ Рогов, да? Рогов, да. Он сказал, что у нас будет свободное голосование и все, так дескать, все хорошо. Я понял сразу, что они продались. Я уж извиняюсь за такие выражения. А второе было еще более забавное общение. Это координатор фракции ЛДПР. Я про него уже сказал. Он прибежал с плакатиком, что-то там про Болотную. Вся Болотная собралась в Пскове, что-то такое. И стал что-то кричать. Кричать что-то такое стал. Про врагов народа или что-то в этом роде. Но его просто мы попросили. Полиция вежливо удалила. Кстати, хочу отметить, что полиция вела себя предельно корректно. Это вообще для психологов характерно. В нынешние времена вообще скорее исключение, чем правило. Да, у нас как-то в этом плане. Я даже хочу поблагодарить полицию за то, что никто не приставал к пикетчикам. Даже в Москве мы проводили пикет позавчера в поддержку Шлосберга и за отставку вашего губернатора Турчака. Даже у администрации президента. Даже там подошли, стали оказывать некоторое давление, переписывать документы. У вас ничего такого не было. С руководителем областного собрания удалось вам пообщаться? Очень коротко, причем два раза очень коротко. Вы до этого были знакомы? По-моему, я с ним когда-то встречался в прошлые свои приезды. В коридоре он прошел мимо, я спросил, могу ли я получить слово, он сказал нет. И второй раз он сказал нет, вы это видели на самом заседании. То есть диалога и какого-то обсуждения не получилось? Да, он мне сказал, что регламент не позволяет мне выступать. Это, конечно, неправда. Потому что спикер может принять решение о предоставлении слова любому гражданину. И не говоря уже о лидере федеральной партии. Но, видимо, меня сильно испугались в моего выступления. Люди пугливые, как мы увидели по голосованию. Ну, что делать? Ну, а какой-то контакт в перерыве с депутатами? Или вы все-таки чувствовали такой информационный вакуум, политический вакуум вокруг себя? Ну, во-первых, было очень много журналистов из Москвы и Петербурга. И ваших журналистов. 19 человек. И вывод, например, вот этому не было чувства какого-то одиночества, вакуума, изоляции. Наоборот, было чувство поддержки. И как там, что там про себя думали эти депутаты, меня совершенно не волновало. Я видел, что это люди для меня, в общем-то, не рукопожатные, судя по их выступлениям. Даже те, кто молчали, это те, кто промолчали. Вот, кто, услышав весь этот бред, который несли вот эти выступающие, все равно никак не отреагировали, хотя это было откровенное вранье. И очень подлые были выступления. Вот, когда там начинали говорить о погибших и так далее, пытались спекулировать на этой теме. Это очень подлое. Причем по отношению к погибшим военнослужащим это мерзительные вещи. Вот, например, вот Господин Савасьянов таким отличился такими выступлениями сегодня. Вот, поэтому это люди для меня не рукопожатные. Никакой ценности в общении с ними нет, в контактах с ними никакой ценности нет. Как сказал сегодня Борис Владимирович Вишневский, истории впишут их в свою позорную страницу. Вот, зачем мне с ними общаться? Это тоже в некотором смысле позорится. Это Сергей Митрохин, программа «Особое мнение» на радио «Эхо Москвы и Пскове». Мы обсуждаем тему сегодняшнего лишения депутата Шлоусберга депутатского мандата. Сергей Сергеевич, каковы правовые последствия сегодняшнего решения? Что будет предпринимать партия «Яблоко» в этой ситуации? Будете ли вы как-то добиваться пересмотра этого решения в судебном порядке или иными механизмами? Будете ли вы эту тему обсуждать в случае каких-то ваших контактов и встреч с представителями высшей российской власти, администрации президента? Да, безусловно. В первую очередь мы будем обращаться в суд. Конечно, здесь инициатива принадлежит Леву Марковичу, но мы будем всячески поддерживать этот иск восстановления депутатского мандата ввиду грубейшего нарушения федерального закона. Ну, я исхожу из презумпции порядочности суда. Я так понимаю, это будет городской суд Пскова в первую... Думаю, областной. Может быть, областной. Да, наверное, областной. Я вот сейчас не готов эти юридические моменты четко проговорить, но мы будем поддерживать, конечно, судебный иск и добиваться восстановления статуса депутата для Льва Марковича Шлоусберга. И, конечно, будем поддерживать его на выборах, на следующих выборах и в законодательное собрание, это через год, и в Государственную Думу через год. Ну, мы уже решим там, в какой именно форме и в какой именно уровень власти. Но обязательно будем, конечно, выдвигать. И я уверен, что, конечно, Лев Маркович будет депутатом, несомненно. Потому что он провел огромную работу. Он себя проявил как очень активный законодатель, содержательный, конечно, независимый, что очень важно, от власти, способный ее оппонировать. Он пользуется огромным авторитетом среди жителей Псковской области, избирателей. И партия Яблоко благодаря ему тоже. Кстати, вот на последних, в нескольких районах очень хорошие результаты показали на ближайших выборах. 11 сентября. 13 сентября, только что прошедших выборах. Это Невельский район. Себежский район. Себежский район. Вот. Это очень позитивный признак. Ну, наверное, это одна из причин, почему с ним так борется власть. Она видит народную поддержку. А если у человека народная поддержка, и он ваш оппонент, это для нашей власти очень сильно неприятно. Понятно. Возможно ли включение Льва Шлозберга в федеральный список Яблока? Я не исключаю. Да, конечно, не исключаю. Возможно. Я не думаю, что уверен, что он будет в федеральном списке. Просто уверен. Будете ли вы каким-то образом обсуждать эту тему с вашими коллегами, лидерами все-таки парламентских партий, возможно, с представителями Верховной Российской власти? Вы же иногда встречаетесь там на каких-то общих встречах? Да. С лидерами Верховной, как вы выразились, власти мы будем обсуждать, когда у нас будет такая возможность. Ну, вас же там иногда приглашают, чтобы якобы продемонстрировать. Я вот, например, хотел бы очень обсудить эту проблему с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, лидером Единой России. И я уже даже начал ее обсуждать. Я ему направил обращение и напомнил ему о нескольких его заявлениях в прошлом. Вот, например, одно заявление у него было по поводу того, что он гарантирует расследование, покушение на журналиста Кашина. А сегодняшнее отстранение Шлосберга непосредственно связано с этим вопросом, поскольку, скорее всего, Турчак просто сводит с ним счеты за то, что Лев Маркович в своей газете опубликовал материал. Такие и такие материалы многие федеральные СМИ опубликовали. О том, что вот есть вопросы по данному преступлению и есть подозрение, что к нему причастен господин Турчак. А Медведев обещал, даже гарантировал в свое время, когда был президентом, что дело будет доведено до конца. Да, но вот сейчас тот момент, когда можно гарантию-то реализовать, поскольку он лидер Единой России, он может, во-первых, потребовать от Следственного комитета, чтобы тот допросил Турчака, а во-вторых, потребовать от самого Турчака, чтобы он явился на допрос. Тогда все станет ясно. Вот на эту тему я хочу поговорить с федеральным руководителем, вторым человеком в нашем государстве, Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Но он пока почему-то мне не отвечает на эти вопросы. Хотя ясно, что до него дошло мое обращение, оно через несколько источников шло, и по внутренним каналам, и по публичным. Но вот как минимум с ним я хочу об этом поговорить. Будете ли вы осуществлять какую-то политическую информационную поддержку делу Шлозберга, если оно будет рассматриваться дальше в Верховном суде, и процесс перейдет в Москву, призывать к вниманию российской общественности, федеральных СМИ, в том числе либеральных изданий? Мы уже сейчас это делаем. Вот проводили пикеты у администрации президента. Это и есть форма привлечения, поддержки средств массовой информации. И то, что сегодня приехало так много журналистов, мы тоже к этому приложили руку. Конечно, мы делали рассылки, мы приглашали специально. — То есть история Шлозберга не заканчивается сегодня? — Ни в коем случае. Эту историю еще долго не будет забыта. Я думаю, что она останется в учебниках истории. Знаете, как остались съезды победителей, когда эта элита так называемая лизала все части тела Сталину, и доверяла любым обвинениям в том, что это шпионы, враги народа. Они же остались в истории. Вот таким же образом и сегодняшнее заседание Псковского парламента останется. Это вот такой триумф вот этого самого агрессивно послушного большинства, о котором говорил только что ушедший из жизни Юрий Николаевич Афанасьев. И как и те заседания съездов, на которых он об этом говорил. Это, конечно, останется в истории. Ведь сегодня еще создан прецедент такой всероссийского масштаба для депутатов региональных парламентов. В принципе, любой может оказаться на месте Льва Марковича. И сегодня депутатам это говорили и Дмитрий Гудков, и Борис Вишневский о том, что каждый из вас может оказаться следующим. Жизнь-то длинная и меняется. И неизвестно, вы завтра будете в фаворе у власти или в опалу попадете за что-то. Даже не по политическим мотивам, а по каким-то другим. К вас уже никто не придет защищать. Вот вы подумайте, что вы сейчас делаете. Но у этих людей короткое мышление. Они у них даже на двухходовку не способны. Они, главное, вот сейчас им хорошо. И они получают какие-то блага от власти. И вот поэтому надо брать под козырек и делать все, что она ей говорит. Несмотря на то, что некоторые при этом себя как-то еще умудряются называть оппозицией. Понятно. Спасибо, что вы нашли время на эту беседу. Это был Сергей Митрохин, лидер партии «Яблоко» в России. Сегодня мы обсуждали в экстренном выпуске программы «Особое мнение». Ситуацию, связанную с лишением депутата от «Яблока» Льва Шлозберга. И у меня буквально последний вопрос. Сергей Сергеевич, мы должны будем уже закончить наш эфир. Каково будущее мандата Шлозберга? Так как мандат был получен по партийным спискам, то у партии есть возможность сохранить этот мандат за собой. В том случае, если Льв Шлозберг не сможет вернуть его по суду, кто займет это место? Это вопрос достаточно сложный, в том числе и с юридической точки зрения. Потому что, да, есть порядок, при котором следующий по территориальной группе кандидат проходит, если выбывает его предшественник. Но это должно быть при согласии человека. Значит, сейчас мы должны выяснить, есть ли это согласие. Ну и все другие вопросы, связанные и с судебным иском, потому что мы надеемся, что все-таки Лев Маркович вернется еще до окончания этого срока полномочий. И все эти вопросы мы будем тщательно изучать. Приоритет в решении принадлежит региональному совету партии «Яблоко» Псковской области. Конечно, мы будем вместе консультироваться, юридическую поддержку окажем при решении этого вопроса. Но я думаю, что, как минимум, это решение будет политически правильным, оно будет честным, в первую очередь по отношению к самому Льву Марковичу. Оно будет предельно корректным, чтобы никто ни на что не обиделся. Это просто принято в нашей партии. Но самое главное, это будет решение в интересах избирателей партии «Яблоко» Псковской области. А вот в отличие от тех фракций, повторяю их название, КПРФ, Справедливая Россия, ЛДПР, Единая Россия, которые сегодня наплевали на избирателя Псковской области, я уж извиняюсь за выражение, вытерли от него ноги. Мы так себя вести не будем. Мы считаем, что народ дает мандаты депутатам, и депутаты должны вести себя в соответствии с волей народа, исходя из чувства уважения к народу. Кстати, вот еще буквально полминуты хочу отреагировать на выступление того же самого господина Рогова, о котором сегодня шла речь, в начале заседания. Он сказал, что сегодня избиратели не интересуют лишать мандата Шлосберга или нет, гораздо больше интересуют вопросы ЖКХ. Если бы мне дали слово, я бы ответил ему, что это не так, господин Рогов, поскольку избиратели в первую очередь в любой стране и в любом регионе России интересуют вопрос, а власть его уважает или нет. Поэтому вы своим голосованием показали, что вы его не уважаете. И это и есть самый главный вопрос. А если вы его не уважаете, то вы его не будете уважать и в вопросах ЖКХ, и экологии, и раздачи земельных участков, и точных застройок, и во всем прочем. Это был Сергей Митрохин, программа «Особое мнение» на радио «Эхо Москвы-Пскове». Меня зовут Максим Костиков. Спасибо за этот эфир. Спасибо. Особое мнение